Попадает Викинг, попадает, идёт вперёд, попадает, из него попадает, поднял высоко и Викинг попадает. Пас, нахуй, летает Маори, и вот патратак от Пижона, хороший момент. Там у Маори попал. Не раз уже Пижон хотел залезить. Вы хотите выигрывать? Я пахал, пахал очень много. Очень серьёзно подошёл к этой подготовке, ещё серьёзнее, чем в прошлом. Так что хочу выйти и показать уровень, соперник у меня достойный. Мне просто по кайфу драться. И когда тут есть правила, и платят деньги за это, и вообще мне просто по душе. Я занимаюсь тем, чем мне нравится. Поддержит. У меня огромная команда, много друзей пришли за меня поболеть, поддержать меня в этом нелёгком деле. На самом деле после нокаута особо не было какого-то специального процесса восстановки. Я в ту же ночь сделал МРТ. МРТ показало, что всё хорошо. У меня на следующий день даже голова не болела, я себя чувствовал прекрасно. И буквально через неделю я уже возобновил тренировки и начал тренироваться. Особого какого-то процесса восстановления после нокаута не было. Считаю, что сильный и серьёзный соперник готовился к нему как к серьёзному сопернику. Как всегда со мной брат и отец в моём углу. Они со мной с первого до последнего боя, с первой до последней секунды, минуты. И они всегда рядом со мной. Это моя главная поддержка. Наш следующий поединок. И встречайте первого бойца Игорь Симбаба! По прозвищу Симба! ПОДПИШИВАЕТ ТОНИТ ТОНИТ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потерпим обидное поражение в своем прошлом поединке. Игорь хотел как можно скорее вернуться в строй и реабилитироваться уже на этом турнире. Настоящий пахарь, который усовершенствует свой бокс каждым днем. И планирующий получить титульный поединок в нашей организации. Представляет город Кропивницкий. Его рост 180 см, вес 69 см. Фазовый боксер. КМС по боксу с рекордом в Махаче 3-1. Давайте его поприветствуем и поддержим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А его оппонентом сегодня будет Евгений Светличный! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Невероятно талантливый человек, который вмещает в себе актерское мастерство, продюсерские задатки и навыки настоящего палача, который наводит страх на своих соперников. После длительной паузы Женя возвращается в мешкогон, пройдя хороший тренировочный лагерь и уверяя нас, что он уже совсем другой боец. Представляет город Кривой Рот. Его рост 182 см, вес 69 см. Ему 28 лет. Базовый боксер, который решил перейти в смешанное единоборство. МСМК по казахскому двобою, мастер спорта по фрифайту. Поприветствуем Женю и поддержим его. На середину бойцы. Внимательно слушаем команду. После команды стоп не бьем. Честный кулачный бой. Руки пожали. По местам. Судья, судья, судья. Первый раунд. Файп! Итак, ребята, следующий бой Симба. Симбаба Игорь по прозвищу Симба и его оппонент светличный Евгений. Их красиво начинает Симба. Джаб в голову, правый в корпус. Он всегда очень красиво технично работает. В прошлом бою ему немного не повезло. Пропустил и проиграл нокаутом. Но так он очень-очень сильный боец. Очень техничный, очень красивые бои всегда показывает. Да, на Симбу обращено внимание, как на такого фаворита. Лиге Махач для своего веса парень действительно дерется, как говорится, от души. Ох, хорошо с рекорд джабом. 1-1 рекорд у Светличного Евгения. В то время как 3-1 рекорд у Симбы. То есть два раза больше боев провел в мишкогоне Симба. Очень чувствительный Симба на дистанцию. Хорошо он все время вставляет свой джеб. И вот подсказывают из зала, чтобы больше Симба работал правой. Стоит отметить, что очень собрано работает Светличный Евгений. И также обладает чувствительной передней рукой. Хорошо в корпус сейчас пробил джебом. Да, мне интересно посмотреть, как себя покажет сегодня Симба. Потому что после таких нокаутов не все могут уверенно вернуться. Психологически справиться с давлением. Но пока проблем не вижу. Симба чувствует себя комфортно. Работает хорошо. Да, и при этом у него совсем непростой оппонент. Видим мы даже под этим малейшим джебом, что очень чувствительно чувствует он себя на руках. И вообще боец высокого класса. Присутствует в любительской школе. МСМК по казацкому двубою Евгений Светличный. Нужно быть немного осторожнее, конечно, с Симбой. Он все уходит под правую руку оппонента. Но пока не попадает, не успевает Евгений. Хорошо, сейчас продолжил атаку Симба. Подхватывал джебом. Руки подними! Стоп! По углам. Джебом по корпусу заканчивается Симба. Продолжение следует... Пять секунд готовность. Бойцы, на середину. Второй раунд. Файп! Итак, продолжается этот невероятный по своей динамике бой. Смотрим, что ли сечка появилась на лице у Евгения Светличного. Действительно большая ответственность перед Симбой, ведь, как говорится, не успел Свет еще включиться в том бою, как произошло это попадание и случился этот нокаут. Я думаю, что сейчас перед Симбой следят высокие вызовы доказать, что это была всего лишь случайность. Лаки панч, как это называют, в единоборствах. Осматривает долго уже врач лицо Евгения Светличного. Возможно, там какая-то сильная сечка или повреждение. Но мы, со своей стороны, здесь не видим просто. Ну да, у нас в кулачке без сечек невозможно. Невозможно, да, уйти. Такой вид спорта. И очень хороши здесь ребята, у которых кожа счется меньше. Все-таки плотность у всех разная. Да, бывают вот такие уникумы. Я знаю иногда некоторых. Просто бьешь, 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 на нем ни одной царапины нет. Но зачастую у латиноамериканцев и мексиканцев, конечно, это такой плотный пигмент кожи. У меня же наоборот всегда было. Наоборот, все очень легко. Даже иногда вернулся после раунда, и там мне говорят, что те же не попали, у тебя сечка на сечке. Что было? Федор Емельяненко тоже вот такой человек. Говорят, ногтем проводишь, и уже сечется кровь. Да, действительно, у кого-то вот такой пигмент кожи. Ну, а мы по-прежнему не понимаем, что происходит с Евгением Светличным. Но уже достаточно долгий период он находится рядом с Катманом и врачом. Продолжится ли бой. И бой продолжается. На середину! Тайм! Файт! Смотрим. Левый сбоку, А Светличного. И закрывается теперь побольше, видим. Да, после пробочного удара Евгений Светличный. Но, как говорят тренера, многие, что с глухой защитой в флагах делать нечего. Очень опасно это. Иногда даже это, наоборот, сделает хуже. Потому что ты, когда так закрываешься, скованнее становишься, двигаться сложнее. Некий блок в голове появляется. Да. Ну и оппонент, в любом случае, не будет на это смотреть, он будет бить. Ну да, тем более опытный боксер, увидев поднятые руки, наоборот, будет бить туда, где не закрыто. Однозначно. Им нужно Евгению больше выкидывать, по крайней мере, джебов, чтобы останавливать натиск Симбов, который уже практически пристрелялся к оппоненту. И вот тоже одной из заключительных черт Симбы являются ноги. Очень хорошо он уходит и вот так вот подхватывает атаку. Вот сейчас, да, очень красиво сделал, отошел и как раз провалил, и ответил своей атакой. Красиво-красиво работает Симба. И вот такой он, типа как апперкот джеб. Да, такой тычковый апперкот. В Ирландии, кстати, он называется Russian, русский. Ничего себе. Да, не знаю почему, но вот именно там вот так он называется, потому что, видимо, они видят, что российские спортсмены именно используют часто. Зачастую бьют, но и вообще я считаю, что это очень важное, особенно на кулаках, когда люди наклоняются, уходят под уклоны, здесь джебы очень хорошо заходят. Ой, прошу прощения, апперкоты. Их пока не так часто бьют, но вот у ребят высокого класса мы все чаще и чаще их наблюдаем. Нужный удар, чтобы поднять голову у оппонента. Ну и заканчивается у нас уже раунд. Такой лоб у Нонюшка получился, но я думаю, что он практически весь прошел под диктовку Симбы с точки зрения и попадания, и урона. Вот как с самого начала раунда он попал, так и продолжим. Спасибо. 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 Как мы уже говорили, случился тот злополучный нокаут в прошлом бое, и вот сейчас мы видим, как Симба возвращается и какой бой он показывает. Спасибо. Видим, что психологического надлома нет. Красиво опять вот этот русский апперкот он показал. Ну и стоит отметить... Правый добавляет еще один раз. Евгения Светличного за его стойкость очень много он вытерпел в этом бою. Ну да, тут сразу видно, что дух у него не отнимать. Красавцы ребята, отличный бой. Однозначно. Намного урона на себя, конечно, принял Евгений Светличный в третьем раунде. Продолжение следует... В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Симбаба Игорь по прозвищу Симба. Женя, поздравляю тебя. Всю дистанцию прошел с фаворитом этой весовой. Достойное сопротивление. Как ты себя чувствуешь? Еще можно три раунда поработать, если мне чуть-чуть кровь мешает. А так все классно. Чуть-чуть видно, еще надо работать, еще надо работать и еще больше надо работать. А так спасибо, что пришли. Приходите еще, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Все. Всем спасибо. Спасибо, Женя. Спасибо, дорогие. После прошлого поединка твоего, Игорь, много кто нам писал, как там Симба, все ли нормально с ним, живой ли он. Ну, как видите, я думаю, сейчас он сам вам ответит. Да все бомба, блядь. Ой, извините. Прошлый бой... Короче, вспышку пропустил. Моргнул немножко. Ну что, я вернулся, надеюсь, похоже на камбэк. Правда, если честно, я вернулся не для того, чтобы драться с нашими пацанами из Украины. Хотелось бы стоп-догом зарубиться. От души, я думаю, я бы защитил честь Махача и Украины достойно. Обещаю, если дадут возможность. А еще хотел попросить... Не отнимайте бабки, я сегодня опоздал немного. Говорили, будут минусовать. В пробке застрял. Андрюха, спасибо тебе большое. Честно, Андрей очень сильно поддерживает, помогает. Я рад этому дню, когда я с тобой познакомился от души. И спасибо команде, великовским братьям Каренчику, что подготовили меня от души, пацаны. Дальше будет сильнее, еще посмотрите. Я не успел еще полностью восстановиться после нокаута, после перелома. Дальше будет сильнее. Спасибо всем! Спасибо! Спасибо тебе! Спасибо тебе! Бонус! Да, все подходит. Бонус, да. А Жене еще отдельно за самое красивое лицо бонус. Спасибо. Солонка вообще четко. Порядок. Вес сделал. Все как должно быть. Поддерживает все мои близкие и все здравые, достойные пацаны. Мой кумир – это Майк Тесн. Один девиз – будь достойным, это самое главное, как по мне. Я готов с любым драться, покажу достойный бой. Подготовка прошла отлично. В принципе, чувствую, что форму хорошую набрал. Но есть такой момент. Позавчера ударил палец, думал, что сломал. Сам его себе вправлял несколько дней. Сегодня еще рука была в холодной воде. Но это, в принципе, меня не останавливает. Я понимаю, что сниматься с боя – это будет некрасиво и неуважительно. Но так как мы бойцы, я думаю, что лучше двигаться дальше и проявить уважение к сопернику в первую очередь. Но и у меня есть желание двигаться, несмотря даже на то, что, грубо говоря, может руки не быть в бою. С уважением к нему отношусь, оцениваю достойно. Никакого нет легкого отношения, поэтому достойно все. Поддерживает отец, тренер, друзья. Я надеюсь, что они успели приехать. Я здесь ради своего внутреннего удовольствия. То есть первая составляющая – это было не деньги, хотя об этом даже не думал. Просто было желание выступить. И на прошлом сезоне я дебютировал. Сейчас благодарен организации, что дали второй шанс, вторую возможность проявить себя. Планирую показать свое мастерство, свой уровень. Дивизия как такого нет. Просто остаемся людьми и всем этого желаю. И поприветствуем первого бойца – Николай Яковенко по прозвищу «Блиц». Яркий дебют в прошлом сезоне. Убедил организацию как можно скорее дать ему второй поединок, чтобы вновь увидеть в деле этого высококлассного бойца. Тэквондист, который готов навязать серьезную конкуренцию всем топом весовой до 70 кг. Представляет город Киев. Рост 170 кг, вес 69 кг и ему 24 года. МСМК по тэквондо. Многократный чемпион Украины по тэквондо. Четырехкратный чемпион Европы. Давайте поприветствуем Николая и поддержим! А противостоять ему будет уже известный вам и полюбившимся многим Спартак Борисенко по прозвищу «Спорт». Пократный темп, куда не смешная аж и в подстатке прос 뒤�rontа устрела! Нужно постоянно! Вольный борец, которому хватило навыков, чтобы уверенно преодолевать боксеров и кикбоксеров. Яростный рубака, каждый удар которого может стать последним для его соперника. Представляет город Геничеств. Его рост 175 см, вес 69 кг и ему 26 лет. Базовый вольный борец, который имеет за своими плечами 4 поединка в Махаче, 2 победы и 2 поражения. Давайте поддержим Спартака и поприветствуем в нашем ринге. На середину, бойцы! Внимательно слушаем мои команды. После команды стоп, не бейте. Ну что, друзья, у нас следующий бой. Яковенко Николай по прозвищу Блиц из города Киев и Борисенко Спартак по прозвищу Спорт из города Генеческ. Итак, смотрим. Вспоминается прошлый бой Спартака. Очень терпеливый боец. Даже когда у него что-то не получается, все равно идет до конца. Блиц очень быстрый, видим как джабом работает. И вообще вот этот тэквондист, они очень резко сокращают дистанцию. И не все могут подстроиться к их ногам, к их работе ног. Да, действительно, знаем мы и в другом промоушене такого бойца, как Мухаммед Калмыков, который тоже базовый тэквондист. И ввиду своего изначального вида спорта придает сложности передвижения своим соперникам. И вот сейчас такой же боец с Яковенко Николай с такой же базой. Да, и вообще, конечно, тэквондисты, они руками не очень хорошо работают. Но в нашем случае Блиц очень даже подготовлен. Видно, что с тренером по боксу работал и понимает, что к чему. То есть адаптировался именно вот под работу кулаков. Пока не понимает Спартак, что делать с джабом своего оппонента. Очень действительно быстро сокращает дистанцию Блиц. И вот опасно хочет он вставить левый сбоку просто прямого удара. Да, работает в основном передней рукой. Видим Блиц, джабом. Ну вот сейчас правый добавил, но это уже в клинче. А вот с дистанцией всегда именно передней рукой. Да, в станции всегда именно левая рука. И видно, когда Блиц уходит, он не уходит безударно. Он добавляет боковой или опять же джеб на выходе. Пытается Спартак сблизиться за счет джеба, но пока его оппонент все видит. Сейчас обменялись джебами навстречу. Да, и посередине межкогона сложно очень попасть в Спартаку, потому что за счет ножек уходит постоянно Блиц. Да, вот сейчас хотел подловить на левый сбоку Спартак, но очень размашисто видно. Все-таки Спартаку нужно навязывать драку. Пока с точки зрения технических навыков сложно ему подобрать дистанцию. Нужно ему поддавливать, обрезать ринг, не давать пространства. И пробовать выигрывать эпизоды. Поддерживать зал бойцов. Действительно ребята показывают такой характерный бой. Интересно всегда наблюдать, когда сходят за стилем. Вот здесь вот тэквондо против такого более классического бокса. Тайм. Хайк! Ну, опять же, наверное, все-таки Спартака боксером ты не назовешь. Изначально его техника – это базовый вольный борец. А мы знаем, что борцы всегда плотно бьют. Да, что-что, а вот сила удара у борцов присутствует. Хоть одними. И заканчивается у нас второй раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капа! Капа! Второй раунд! Пойт! Итак, следующий раунд. Напоминаем, что в желтых тейпах у нас Берсерк, прошу прощения, Спорт, а Блиц в черных. Стоп! Пойт! Раздергивает по-прежнему на ногах Блиц. Да, опять похожая картина у нас здесь. И вот здесь скорее та дистанция, на которой более удобно работать спорту. Пойт! Джеб от Блица. Продолжает он расстреливать на дистанции. И пока не всегда Спорт успевает реагировать на эти движения. И вот сейчас очень хорошо сдвоил левый-левый. Красивый двойной джеб. И опять вовремя отошел Блиц. Как только захотел Спартак ответить, и уже не было там Блица. Да, как мы подчеркивали, очень хорошо чувствует дистанцию. И Спартаку нужно что-то менять, потому что так с дистанцией работать с Блицом очень сложно. Не хватает скорости у него. Однозначно. А вот в такой вот грязной, вязкой работе у него больше шансов на попадание. И плюс это замедляет Блица, то есть... Мышцы наливаются, и очень сложно потом становится двигаться. Огромное расстреление. И попадает правым через ручку. Это нокдаун. И сразу начал считать рефери. Стоит Спорт, только осечки на лбу Блицы, и такое сразу попадание. Попадает. И Спорт уже чисто машинально отвечает. Но не защищает в этот момент голым. И пытается закончить то срочно. Еще одно попадание. Попадает и слева, и справа. Блиц. 10 секунд до конца второго раунда. Стоп! По углам. И вот так вот ярко заканчивается следующий раунд. Крутейший бой. И она была создена марта. Крутейший бой. Его субтитров, это Perd На середину. Третий раунд. Тайм. Пайт! Итак, третий и заключительный раунд. С нокдауном вышел у второго раунда Блиц. Вот сейчас пропускает он. Все-таки к третьему раунду бойцы в основном замедляются, и у тех, кто менее скоростной, шансы добавляются. Да, такое есть точно, но мы видим, что Блиц здесь замедлять не планирует. И пока по-прежнему чувствует хорошо дистанцию. Вишки при этом не раздергивает сам Спартак. Пробует он поймать на сближение оппонента. Стоп! А вот здесь как раз есть шансы у Спорта. Мы подчеркивали, он, кстати, был участником чемпионата Украины под дзюдо. То есть захват и прихват это у него как базовая техника. Стоп! Стоп! Да, даже мышцы больше привыкли к клинчу. То есть к этому тоже нужно привыкнуть. Да, не так устаешь, не так забиваешься после этих элементов. Двигаются бойцы по-прежнему. Так и стоит еще раз отметить хорошую работу ног у Блица. Даже когда он встает, он двигается так на сайдстепах. То есть не остается вот прям надолго перед противником. Ну и ты был прав, он немного замедлился, видимо, подустал. Но пока не сильно это Спартак развивает. Да, Спартак просто не развивает это, да, не идет вперед. А шанс у него здесь как раз вот сейчас и есть. Да, мы подчеркивали, что плотный удар, так как бывший борец, плотный удар у Спартака. Поджать, да, и работать на дистанции удобной для него. Но пока спорт не сближается. Ну а с нокдауном, скорее всего, здесь даже, наверное, очевидно выиграл Блиц, потому что был и нокдаун, и в первом раунде также он выиграл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Бойцы, на оглашение. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Яковенко Николай по прозвищу Блиц. Спартак, наверное, твой самый кровавый поединок. Первый раз вижу у тебя сечки. Как себя чувствуешь? Всем привет! Чувствую, в принципе, себя хорошо. Не знаю, не знаю, даже чего не хватило. Возможно, сильно торопился, либо не доработал. А так, в целом, все неплохо довольно-таки. Спасибо моему глупостанам, кто пришел здесь. Всем спасибо, кто собрался. Тем, кто поддерживает, тоже пятерка летит. Ну и организации за то, что здесь происходит, за кайф этот лютый и заряд адреналина. Все. Всем махач! Спасибо. Коля, твой второй поединок, вторая победа, тем более с таким ярким оппонентом и сильным. Тяжело дался поединок? Всем добрый вечер. Спасибо большое. Да, поединок был очень хороший. В третьем раунде уже подсел, буду знать, что нужно еще больше работать. Могу сказать, что позавчера получил травму правой руки. Думал, что палец сломал, но вроде вправил себе его вчера-позавчера. Хочу поблагодарить свой угол в лице Богдана Резника, который меня тренирует. Это его заслуга, его результат моей работы. И всех друзей отца, который присутствует уже на втором моем поединке, я очень благодарен ему за это. Спасибо за такую атмосферу. Очень красочно, очень приятно выступать. В целом, отношения организации и то, как это происходит до боя, во время и после. Хочу поблагодарить Спартака. Отношусь с огромным уважением. Воин. Это честь драться с ним. Еще и имя такое Спартак. Я люблю Древний Рим, Грецию. Это показатель этого духа. Это действительно воин с тех времен, которые тогда выступали. Спасибо большое, Андрей. Спасибо большое всем. Желаю яркого продолжения вашего вечера. Спасибо, что вы пришли. Дальше будет интересно. Ребята стараются, готовятся. Хорошего вечера. Я думаю, за такой кровавый бой ребята заслужили бонус. Вот. Вот так бы сразу, с первого раза получилось. Молодцы. Спасибо.